Как можно быстро получить загранпаспорт при необходимости и для чего нужен второй загранпаспорт? Сначала скажу, что все россияне могут иметь одновременно два заграничных паспорта. Единственное условие, вторым паспортом обязательно должен быть паспорт, содержащий электронный носитель информации, то есть нового образца. Оформить второй загранпаспорт можно сразу после того, как получили первый. Второй паспорт пригодится, если посещать конфликтующие между собой страны. Например, лететь в Эмираты после посещения Израиля, в Грецию после Турецкой Республики Северного Кипра. У Косово и Сербии тоже не все благополучно. На въезде в любую из стран пограничники проверяют паспорта. Если увидят, что владелец паспорта был в стране, с которой у его государства конфликт, могут не пустить по политическим мотивам. Бывает, что срочно нужна виза, а вам нужно лететь в другую страну. Чтобы ничего не отменять, можно один паспорт отдавать в посольство на получение визы, так как это может занимать какое-то время. А в это время по второму паспорту ехать, куда планировали. Понятно, что это актуально для тех, кто постоянно в командировках. Но если хотите много путешествовать, может пригодиться. Страны Шенгена не отказываются ставить штампы в другой паспорт. По закону Евросоюза, когда все пустые страницы в паспорте с шенгенской визой закончились, путешествовать можно по старому паспорту с визой и новому пустому паспорту, куда поставят штамп. Теперь рассмотрим, как можно быстро в случае необходимости получить загранпаспорт. Надеюсь, не для того, чтобы избежать из России с долгами. Но это шутка. Быстро можно получить загранпаспорт старого образца. Поэтому, если на руках уже есть действующий загранпаспорт, то этот вариант не для вас. Но если паспорт истек, или его срок близок к истечению, или в общении загранпаспорта, то слушайте. В чем разница между старым и новым заграничными паспортами? Новый загранпаспорт биометрический. Он рассчитан на 10 лет использования, поэтому в нем больше листов – 46. На титульной странице содержится микрочип со сведениями о владельце и биометрическими данными, отсканированными отпечатками двух пальцев. Если вы выезжаете за рубеж два раза в год, то за 10 лет вы сможете израсходовать 20 страничек паспорта на визы, плюс еще пару на даты и штампы. Старый загранпаспорт с клеенной фотографией рассчитан на 5 лет, в нем 36 страниц. Загранпаспортом старого образца пускают в любые страны. Он имеет такую же юридическую силу, как и новый биометрический. Паспорта нового образца изготавливают в Москве на фабрике «Гузна» персонально для каждого, кто подал заявление, так как там содержится чип с информацией. А паспорта старого образца уже имеются в каждом городе, в них только впечатывают данные и вклеивают фотографию. Соответственно, быстро получить загранпаспорт нового образца можно только в Москве. И есть фирмы, которые знают, как это делать и берут за это немалые деньги. Но, как вы уже, наверное, догадались, расскажу, как получить паспорт старого образца. Быстро и без лишних расходов. Для ускорения процедуры оформлять паспорт нужно по месту регистрации. Можно оформлять и по месту проживания в другом населенном пункте, но это будет дольше. Подавать заявление нужно через сайт курсуслуги. Перед подачей документов нужно сделать фотографии в фотосалоне и обязательно попросить отправить вам электронную почту эту же фотографию. Она потребуется для загрузки при подаче заявления. При заполнении онлайн заявления также потребуется указать места работы и период работы. Эту информацию можно посмотреть онлайн в личном комитете налоговой инспекции на сайте налог.ру. Туда можно войти с использованием логина и пароля посредством авторизации через госуслуги. В разделе о полученных доходах можно увидеть, когда и какие организации производили отчисления налогового. Вот эти названия и периоды указываете в заявлении на паспорт. Если между местами работы есть перерыв, то нужно указать эти периоды и информацию о том, что не работали. Если между местами работы перерыв в 1-2 месяца, то можно в заявлении сдвинуть месяц вперед или месяц назад, чтобы не было разрыва. Когда анкета заполнена, вы отправляете ее на проверку, которая может занимать несколько часов или дней, если попали на выходные. Подав заявление, нужно отслеживать проверку анкеты и там же после проверки оплатить госпошлину. Квитанцию в оплате с собой брать не требуется. Самое главное после проверки анкеты – это записаться через госуслуги для посещения органа МВД для сдачи фотографий. Если система на ближайший рабочий день не будет показывать свободного времени, то выбираете любое ближайшее. На e-mail придет уведомление с кодом. Этот код нужно вывести в терминале для получения талона для электронной очереди. Если такой e-mail не пришел, то проверьте во входящих на сайте госуслуг, зайдя туда через браузер компьютера, ноутбука или планшета, так как в приложении госуслуги на телефоне этот код найти сложно. И можно не дожидаясь наступления дня приема, прийти в учреждение по выдаче загранпаспортов и взять талон в живую очередь. И может вам повезет, удастся сдать документы раньше. То есть самое главное, после подачи, проверки заявления и оплаты пошлины, как можно быстрее явиться и сдать фотографию. Потому что практика показала, что загранпаспорт печатали уже на второй-третий день после приемки заявления. Осталось только вклеить фотографию и поставить печать. Когда будете сдавать фото, уточните, когда ожидать готовности паспорта. Можете сообщить о срочности в своей поездке и попросить сделать пораньше. Вам скажут, что о готовности придет уведомление на госуслуги. Отслеживайте его, заходя в личный кабинет, так как на e-mail не всегда приходит. Соответственно, если вы сдали фото по талону в живой очереди, то у вас может остаться запись на прием, который вы сделали раньше через госуслуги. Проверьте, что она не аннулирована. И ждите. Как только придет уведомление о готовности, то попасть на прием можно опять же через запись на госуслугах на ближайший рабочий день или через терминал с талончиком для живой очереди. Поэтому также забронируйте себе время и при необходимости приходите в ближайший рабочий день, чтобы на месте взять талон на прием. Если получили паспорт по талону в живой очереди, то не поленитесь, отмените запись, которую сделали через госуслуги. Вдруг кому-то потребуется это время. Таким вот нехитрым и простым способом можно получить загранпаспорт старого образца за неделю. Всех вам благ и приятных путешествий. Субтитры создавал DimaTorzok